Как постирать бейсболку в стиральной машине вручную? Несмотря на то, что бейсболка является аксессуаром, а не одеждой, загрязняется она с завидной регулярностью. Большинство современных кепок подразумевает ручную или машинную стирку. Как постирать бейсболку в стиральной машине? Необходимо ознакомиться с правилами ухода на этикетки. На ней указывают основные условия, температурный режим, стирка или химчистка, варианты сушки. Краситель ткани, из которой сшита кепка, может быть нестойким и важно проверить, как он поведет себя с порошком или гелем для стирки. Стоит нанести немного чистящего средства с изнанки на небольшом участке, потереть и смыть теплой водой. Если после высыхания он не полинял, то можно стирать в машинке. Для таких каркасных вещей лучше подходят гели, так как порошки хуже растворяются в воде и плохо вымываются из швов и может оставлять разводы при высыхании. Температурный режим 30 градусов подходит для всех типов материалов, но если изделие сшито из хлопка или льна, и загрязнение значительно это. Необходимо предварительно обработать загрязненный участок подходящим пятноводителем и разрешается режим 40 градусов. Вместе с бейсболкой нежелательно загружать в стиральную машинку другие вещи, так как даже пластиковый козырек может сломаться при прокручивании барабанной давлением мокрых вещей. На дисплее нужно выбрать режим «ручная стирка» или «бережная стирка» и выставить на минимум режим «аджим» и, если имеется, «сушка». Как постирать бейсболку вручную? Ручная очистка может быть сухой, влажной или с полным погружением в воду. Как правило, сухую и влажную стирку используют для изделий с картонным козырьком. Эти способы достаточно щадящие, но могут потребовать больших усилий. Свежие и сухие пятна можно удалить мягкой щеткой, потеряв несколько секунд. Если загрязнений осталось, то воспользуйтесь содой или специальным карандашом-пятноводителем. Влажная очистка требует небольшое количество воды или какого-либо раствора. К таким методам можно отнести выведение пиотин с помощью пелики, севодорода, кашицы из соды и уксуса, специальные влажные салфетки от пятен и дыры. Самой действенной и распространенной является классическая ручная стирка. Она помогает избавиться от достаточно сложных загрязнений и равномерно очищает всю вещь. Последовательность ручной стирки Как в случае со стиральной машинкой, необходимо ознакомиться с условиями на этикетке производителя. От этого будет зависеть и способы стирки и температура воды. Наиболее загрязненные участки обрабатываются пятноводителем и очищаются с помощью губки или щетки. Нужно оценить степень загрязнения и, если необходимо, то замочить бейсболку в тазу с мыльным или порошковым раствором на 30-60 минут. При этом нежелательно делать воду горячей. Тщательно прополаскиваем кепку, не ломая каркаса, не выкручивая и не сжимая. Если для стирки использовался не гель, а порошок, то нужно следить, чтобы его частицы не остались в швах. Отжимать бейсболку запрещено. Остатки воды можно промокнуть сухим полотенцем и оставить высыхать естественным способом. Сушить феном или на батарее также не рекомендуется. Продолжение следует...